В этом видео вас ждут упоротые действия не только врагов, но и ваших союзников, игра в шестером против семи, а также убийство двух врагов за одну секунду. Подписывайтесь и ставьте лайки, ведь они мотивируют искать более качественный материал для каждого следующего видео. А мы начинаем. Приветствую каждого игрока от овоща до статиста. В первую очередь я хочу поздравить всех с новым 2022 годом. Надеюсь вы его встретили удачно, так чтобы год запомнился на будущее и чтобы начало года задалось. Ну а теперь поехали ближе к теме. Сегодня у нас критика реплея на Пантере 2. Танк довольно интересный, старый, но тем не менее не совсем потерявший свою актуальность. В первую очередь давайте поговорим конечно же о самом танчике и для этого перейдем, как полагается, в таблицу. Если говорить о ДПМе, то у танков с похожей концепцией игры ДПМ не сильно выделяется. И у нас на борту 2411 ДПМ. Альфа 220, что довольно удивительно. Потому что кроме двух Пантер, которые вы видите, имеется только на борту Шкода Т27. Того самого аппарата, который стоил 11 тысяч голды и который смели на третьей волне аукциона. Обычно таким танком запиливают все-таки Альфу 225, поэтому 220 на мой взгляд это маловато. КД у нас довольно быстрое, 5,5 секунд. Если говорить о сведении, то оно тоже не самое плохое. 1,72 это очень даже не дурно. А разброс прям один из лучших на уровне, то есть действительно точное немецкое оружие. Также у нас имеется 8 градусов УВНов, что уже неплохо. Конечно не 10, но 8 уже играется. Для данного увесистого аппарата у нас также имеется неплохая максималка. Максималка 55 км в час. Учитывая наш вес, это очень не дурно, потому что весим мы 53,5 тонны. Что позволяет нам, кстати, таранить других одноклассников. То есть встречая ЛТ или СТ, мы вполне можем пойти на таран. Единственное, что нас останавливает, это эффективная удельная мощность, потому что она больше приближена к ТТ, нежели к СТ. Но, тем не менее, этого достаточно, чтобы разогнаться и кого-нибудь в тараниться. Особенно это помогает в каких-нибудь режимах, типа Мэтт Геймса или, возможно, Возрождение. Процент побед, конечно, здесь ужасный, 48%, но не забываем, что это все-таки прокачиваемый танк. И он играется в стоке многими игроками, тем более на начальном этапе много игроков предпочитают немцев или советов. А значит, Пантера выкачивается одной из первых. А теперь пару слов о броне. Броня у нас действительно есть, давайте посмотрим на нее повнимательней. У нас имеется бронеплита 124 мм под углами. Если мы выкатываемся и не подставляем свой каток, хотя мы его подставляем, конечно, у нас получается больше 200 мм, а 200 мм это практически непробиваемая стена для каждого СТ. Ну, без голды, естественно. Также во лбу башни у нас имеется плита 178 мм, но это практически никогда не останавливает СТ-шек, тем более, что она бьется даже на ББ многими СТ-шками. Сбоку брони нет, тут и говорить не о чем. 69 мм не спасают ни от кого. Сзади у нас 41 мм, но этого более чем достаточно, чтобы отбивать фугасы. Так что фугасоприемником мы не являемся. Если говорить об НЛД, то НЛД у нас бьется, конечно, любыми снарядами. Оно картонное, 93 мм и 150 мм даже при приведенных значениях не дают того желаемого результата, который хотелось бы видеть. В принципе, что-то сблокировать можно. Возвращаемся в наш бой. Итак, давайте обсудим наш сетап. С нашей стороны имеется 2 тяжика, 3 СТ-шки и 2 ПТ-шки. Не забываем, что я ЛТ считаю как СТ. Далее, со стороны противника у нас 2 тяжика, 2 СТ-шки и 3 ПТ-шки. То есть у врага будет весомое преимущество на фланге ТТ, потому что 1 ПТ-шка явно получше, чем 1 дополнительная СТ-шка. Также обратим внимание, что у них взвод из 2 борщей, что, на мой взгляд, намного мощнее, чем взвод из Марковского или КПЗ, потому что как сотрудничать этим 2 парням, я, честно говоря, не знаю. А вот борщам довольно легко. Выкатил, дал 2 шотика по 600 и уже, считай, одного врага нет. Поехали. Ну и выбираем типичное для нас направление СТ-шное. Но почему-то решили его поменять. Ну что ж, почему бы и нет. В принципе, правильно было бы действительно продавить СТ-шное направление, вряд ли туда поехали бы все ПТ-шки. Хотя могло быть и так. На СТ-шном направлении они чувствовали бы себя более уверенно. Там все-таки Т-43 у них и Т-54 облегченка. Их продавить было бы значительно проще. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Наши тяжики вместе с одной ЛТ-шкой вхатывают на мельницу. ПТ-шка едет на зону прикрывать их. Одна СТ-шка решила перекатиться сюда. Боже, а куда Свейп-то поехал? Давайте посмотрим на этого парня. Свейп, дружище, ты что тут забыл? Если ты сейчас встретишь, не дай бог, двух Борщей, то тебе конец. Стоит он, перестреливается с ИСО. Опа, первый Борщецкий. Второй Борщецкий. Ну да, ну да. А одна ПТ-шка решила вообще остаться на Респе и не особо двигаться. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ага, прикатывается ЛТ-шка. Отлично. Можно один на один спокойно ее перестрелять, потому что у нас все-таки есть какая-то броня. У Савков пробитие не очень. Но он по какой-то причине решил уехать. Странное решение для ЛТ-шки. То есть, если уж он приехал, то надо было попытаться как-то победить нашего товарища, нашего героя в видео. Видео, кстати, мне прислал Андерс Д. Мой товарищ. ЛТ-шка все получает и получает новые плюшки. Зачем вот этот был прокат по кругу, непонятно. Ну что ж, дело его. Итак, мы видим, что наши парни все-таки сражаются 6 против 7. Потому что та ПТ-шка двигаться особо не хочет. А вот два борща как раз-таки контролили СТ-шную позицию. Интересно. Они сейчас явно собираются переехать в ТТ нашим и помочь своей команде. Конечно, чуть-чуть опоздали с этим делом. Наш герой пытается их выцелить. И тут появляется на горизонте Т-43. Что ты здесь, дружище, забыл? Фатальная ошибка перестреливаться с Пантерой. У Пантеры брони за глаза для этого 43-го. У него не то что пробития не хватает. У него и навыков не хватило, чтобы уехать. И тут приезжает 54-ка. Они их с двух сторон. О, как оно получилось. Двух убил одновременно. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Так, смотрим. У нас остались три танка. Я напоминаю, что одна ПТшка. Которая особо играть вроде как и не собирается. И Хабича с 325 хп. Я думаю, Хабичу недолго осталось. Учитывая, что там два борща живых. ИС и КВ-4. Смотрим дальше, что у нас происходит. В КВ-4 получает первую плюшку. Еще три. И в принципе мы его убиваем. Стреляет по нам. Не пробивает. Видимо стоковая пуха у КВ-4. Раз урон был 400. Значит у нас есть какие-то шансы отразить его снаряды. Да, бронированный пацан. Тут мы промахиваемся, конечно. Давайте посмотрим, что у нас там происходит на Хабича стороне. Потому что это немножко более интересно. Хабича с 300 хп. Здесь фуловый борщ. Я потом чуть позже покажу, что он был именно фуловый. Вот этот фуловый борщ. Хабича по нему выдает. Плюшку. Борщ каким-то образом его не попадает. Сейчас Хабича проделывает мастерский трюк. Перекатывается. Борщ опять не попадает. И еще одну плюшку уже фугасом получает Борщецкий. Я напоминаю, что там еще один борщ. Вон он катается. И погибает. И после этого только забирают Хабича. Хабича молодец. Давайте вернемся в бой с КВ-4. Посмотрим, как это было. Ну альфа, конечно, смешная. 165. Пытаемся выдать по борщу. Что-то там тормозит наш снаряд. Наверное, земля или ВГ. Что-то затормозило снаряд, в общем. Ооо, это была ошибка. Нужно было смотреть на мини-карту, что там здание. Что его нельзя прострелить. И этот парень едет прямо за зданием. Фуловый был парень. Смотрим дальше, что у нас с КВ-4. Выдаем ему еще одну плюшку. Он остается практически шотным. То есть 240. Тут даже можно с одного выстрела забрать. Так. Крутим его. Загуслили и крутим. Вот сейчас немножко ошибается наш герой. Нужно было за башней ездить. Хотя Пантера не самый поворотливый в СТ. Но, тем не менее. Смотрим, как это было. С этой стороны. И вот Хабича остался против борща с 200 хп. Его забрать он, к сожалению, не смог. Напоминаю, что у нас еще один авкающий парень. То есть на него рассчитывать нельзя. Рассчитывать можно только на себя. Поэтому две плюхи принимать однозначно нельзя. Иначе мы можем отправиться в ангар. Сейчас я бы немножко саккуратничал. Ну, наш герой не аккуратничает. Ну, ничего. В принципе, главное докатиться и забрать. Сейчас выстрел прямо на прокатке. Забирает. Точность пухи сказала свое. То есть, если бы пуха была не точная, конечно, он бы мог промахнуться. И тогда у него были бы большие-большие проблемы. Если бы его забрали, то уж ПТ, которая стояла на респе, которая всю игру авкала, я думаю, его бы забрали точно. Итак, у нас Мастер, Воин, также Основной Калибр, Медаль Редли Уотерса и 3305 на стрела. Смотрим на статистику. Итак, что мы видим? Наш сухарь как бы остался жив. Но я бы такому парню поставил бы дизлайк. Однозначно. Почему наш герой не поставил его, не знаю. Дальше. Цвей. Просто выкатился, просто получил пару шотов, просто отправился в ангар. Очень полезный союзник. Взвод особо не отыграл. То есть, видно по урону, что они нанесли чуть больше, чем 2000. И кто постарался в этом бою, так это 45 ТП Хабича. Вот действительно молодец. Он размотал одну ПТшку, одного борща. Это дорогого стоило. То есть, если бы было два борща живых, то, возможно, у нашего героя не получилось бы так легко закатить и забрать. Вот этот борщ очень много ошибался. Делал много выстрелов мимо. То есть, он вполне мог забрать Хабича, получив всего лишь один шотик. А так получилось, что он дал три шотика. Первый промахнулся, второй промахнулся, и третий дал куда-то в бронированное место и не пробил Хабича. За счет чего и откис, и отправился в ангар. Этот борщ старался больше, но ему достаточно много навливали в начале боя. А когда он потерял все ХП, он аккуратничал, то есть, двухстами ХП не рисковал, и получилось, что вот этот борщ отдался полностью за счет того, что этот аккуратничал. Т-54 сделал какую-то непонятную туфту, дал круг почета вокруг карты. Возможно, это был какой-то хитрый план, который был известен только ему. А потом выкатился помогать Т-43 и отправился в ангар вместе с ним на пару. КВ-4 просто тупо упоролся на нашего героя, за что я, видимо, поплатился. Тем более, у него была стоковая пушка, ему нужно было как-то больше играть от своей брони, стоять где-то, перестреливаться, не было смысла вот так вот в тупую вкатывать, пытаться размотать нашего героя. Лучше бы поделал это издали, либо при поддержке гаонити союзников. Касательно других героев данного видео, сказать мне больше нечего, поэтому на этом заканчиваем. Всех, кто досмотрел до конца, я еще раз поздравляю с Новым Годом, благодарю за то, что досмотрели. Ставим лайки, подписываемся и присылаем свои реплеи мне на почту, либо на сервере в Дискорде. Будем обсуждать ваши реплеи, будем критиковать игру, будем смотреть на непонятные действия ваших союзников или ваших врагов. А я с вами прощаю, всем спасибо, всем пока.